Какие задачи появляются в экономике знаний? Как-то перестроить под то, чтобы люди из нее выходили максимально творческими, максимально способными производить что-то оригинальное и непохожее. Сейчас образовательная система, как она есть в современном индустриальном укладе, заточена на довольно обратную задачу. Она заточена на производство стандартных людей, думающих шаблонами и действующих по инструкциям. И до какого-то момента это было правильно, потому что если говорить про систему массового производства, там отклонение от шаблона является тем, что плохо. Потому что ты рискуешь снизить качество, выдать изделие не соответствующее требованиям, оно не соберется с другими и так далее. Автомобиль будет барахлить и так далее. Ну это классическая проблема, в общем-то говоря, русских левшей, в частности, которые на наших заводах, значит, пытаются улучшить на ходу, там, не знаю, какую-нибудь втулку для автомобиля. Значит, вдруг выясняется, там, какой-нибудь картер ему поставить, не типовой или еще что-то, вдруг выясняется, авторобиль не собирается, никуда не хочет ехать. Почему? Потому что человек вот на своем месте решил, что неплохо было там вот на пару миллиметров что-нибудь скорректировать. Вот, ему так показалось правильным. Не умеют работать у нас люди с массовым производством. Ну вот, в экономике, в творческой экономике, это, на самом деле, оказывается не минус, а плюс. Ну, я периодически говорю, что в России есть определенная надежда. Ну вот, значит, так вот, что, в чем сложность вот этой вот экономики образовательной системы, готовящей шаблонных людей? Значит, вот если смотреть, скажем так, какие в нее дети заходят, какие в нее выходят, то одна из главных особенностей образовательной системы, даже школьной, заключается в том, что творческие способности детей схлопываются, скажем так, по качеству очень-очень быстро. То есть, ну, известный тест, это так называемый тест НАСА, значит, когда человек, который приходит на позицию инженера в компании, связанной с НАСА, аэрокосмическую промышленность штатовская, предлагает придумать 200 способов использования скрепки. Ну, не 200, а сколько человек придумает, скажем так. Я здесь немножко выдал, да? То есть, предлагает придумать разные способы употребления скрепки. Ну, и хороший результат для взрослого инженера – это 30. Проводили такие же тесты с маленькими детьми. Значит, маленькие дети способны в возрасте 5-6 лет выдать, ну, я даже так, 6-7 лет. В возрасте 6-7 лет маленькие дети способны выдать до 200 способов употребления скрепки. В самыми неожиданными форматами. Потом с этими же самыми детьми проводили эти тесты последовательно на, ну, в другие годы. И выяснялось, что по мере их продвижения, скажем так, в школьной системе, количество вот этих вот разнообразных идей, как можно скрепку использовать или другие объекты, оно очень резко сокращается. То есть, к тем самым результатам, когда хороший инженер может придумать, там, порядка 30 различных вариантов. Вот. То есть, получается, что креативные способности у нас изначально заложены очень высокие, и школа их, а потом мусс, не столько развивает и правильно канализирует, то есть, направляет, сколько просто забивая сверху, как гвозди, так сказать, в доску, чтобы шляпки не торчали. И проблема, которая будет в ближайшее время стоять как передшкольной системой, как университетской системой и далее образование для взрослых, это задача сохранения, а во многих случаях повторного пробуждения этой самой творческой энергии. Способности людей свободно порождать новые идеи и проявлять себя. Вот. И если смотреть на то, в каких форматах это может реализовываться образование для взрослых, мы говорили, например, о таком формате, как взрослый сад. Это идея на основе работы Митчелла Резника, довольно известного исследователя из Массачусетского технологического института, который говорит о том, что в рамках обучения на протяжении всей жизни детский сад – это один из самых хороших форматов, потому что там можно все, там можно играть, бегать, столкаться, читать, значит, водить хороводы и так далее. И правил очень мало. Это такое пространство, в котором люди могут себя чувствовать достаточно защищенными и, грубо говоря, экспериментировать. Он говорит, вот очень хорошо, если бы было можно такую атмосферу детского сада удерживать где-то в каких-то образовательных пространствах на протяжении всей жизни. Это у нас вделалась идея, что, наверное, взрослые сады действительно будут распространяться, потому что на них есть запрос. Есть запрос на то, чтобы было место, где они могли себя почувствовать условно как дети и проявлять себя, как они есть, играть, веселиться, творить, не задумываясь о том, будут ли их за это осуждать. То есть дети же не волнуют, там, хорошо ли он нарисовал рисунок. Он рисует, что ему хочется и нравится рисовать. И они часто рисуют вещи, которые очень глубокие. Если ребенок там, если ему повезло, и у него рука так поставлена, он может рисовать очень красивые и глубокие вещи. Детский взрослый сад – это может быть один из форматов, которые как раз в будущем будут поддерживать в людях креативность, пробуждать эту креативность. Ну и различного рода форматы, связанные с иной возможностью выражать себя и выражать свою вот эту творческую способность. Потому что, например, если говорить про форматы саморазвития, вот как ни странно, сейчас, допустим, в тех же Штатах есть очень интересный тренд. Там люди одно время очень любили курсы саморазвития различных, личностного роста такие. Но они были немножко заточены, конечно, в тему профессионального успеха. Сейчас люди массово, вот сейчас в Штатах будет тема с писательскими курсами. Люди просто приходят на курсы, где их учат выражать себя, выражать свои мысли. Вот это, конечно, было подхлестнуто блогерской культурой. И, в общем-то говоря, успешные блогеры – это люди, которые быстро получают социальное признание. На самом деле люди обнаруживают вот в этом пространстве, где их учат просто писать текст, и обнаруживают там возможность разобраться в себе больше и пробудить в себе эту творческую компоненту. И вот на самом деле это один из многих вот таких кирпичиков, свидетельствующих о том, что вот этот тренд явно будет больше и больше развиваться.